Здравствуйте! С вами снова «Выходные на колесах» Программа для тех, кто привык смотреть на мир через лобовое стекло своего автомобиля Сегодня я, Андрей Леонтьев, приглашаю вас в Тульскую область Это земля мастеров, земля профессионалов, земля людей, наделенных практически неограниченной фантазией И земля, полная исторических загадок А шины «Кордиант Комфорт-2» сделают наше путешествие безопасным, а дороги более гладкими Итак, сегодня в программе В Туле, оружейной столицы России, мы познакомимся, возможно, с самым необычным творением русских левшей Можно ли сделать бронепоезд из бетона? Оказывается, да Среди арт-объектов одного из лучших ак-отелей России мы сварим сыр по местному рецепту А начнем мы наше путешествие в Богородицке, усадьбе тайного внебрачного сына Екатерины II Идеальный путь в Богородицк – это трасса М4 «Дон» Нам нужно проехать поворот на Тулу и затем километров через 20 уйти по указателям, собственно, на Богородицк Это старая Воронежская дорога А там еще километров 12, и мы у цели Но часть этого пути будет непростой для наших колес Вот интересный парадокс Вроде уже научились строить хорошие дороги, вроде той же трассы М4 Но почему-то, приближаясь к городу и въезжая в него Мы просто буквально всеми четырьмя колесами начинаем проваливаться в яму Видимо, местные шиномонтажи и мастера по ремонту подвесок здесь не простаивают Да, после таких дорог не грех осмотреть колеса Было несколько хороших ударов, но я не стал останавливаться Потому что знал, что шины выдержат Кстати, это лишнее подтверждение тому, что безопасно и надежно не всегда обязательно дорого Шины Кардиан Комфорт 2 не уступают европейским или японским конкурентам Они имеют ту же маркировку по сцеплению на мокрой поверхности И те же показатели топливной эффективности и шумности, что, скажем, немецкий или японский премиум Но при этом являются хорошей альтернативой по цене Впрочем, большинство шин мировых концернов тоже уже давно выпускаются в России Это так, для справки Но 5 километров разбитого асфальта – это не самое большое испытание Для того, чтобы оказаться в месте, которое связано с весьма драматичными событиями в русской истории Дворцово-парковый ансамбль в Богородицке создавался по проекту архитектора Старова Под надзором ученого-энциклопедиста Андрея Болотова С 1770 по 1783 год Как летняя резиденция императрицы Екатерины II Сама царица отдала имение своему незаконно рожденному сыну Алексею Впоследствии графу Бобринскому Плод любви императрицы Екатерины и графа Григория Орлова Алексей был отдан на воспитание гардеробмейстеру Екатерины Шкурину Царица отписывает сыну имение Бобрики в Тульской губернии Отсюда и фамилия Бобринский В Бобриках было запланировано строительство пафосного дворца, который так и не был возведен Алексей после учебы за границей и службы в России поселяется в Богородицке Он скончался в этих стенах в возрасте 51 года И лишь незадолго до своей смерти уже при императоре Павле он получил титул графа И возможность пользоваться своим родовым гербом А на гербе было написано «Богу слава, тебе жизнь» Именно эти слова произнесла будущая русская царица, когда пришла в себя после появления, в общем-то, никому не нужного ребенка Беременность и роды вовсе проходили в глубокой тайне Когда у Екатерины начались схватки, ее гардеробмейстеру Василию Шкурину пришлось даже поджечь собственный дом Ведь император Петр III был очень охочен до созерцания пожаров И как только прошел слух, что вот там где-то пылает, он со своей свитой уехал из дворца И Екатерина смогла родить Алексея в более-менее спокойной обстановке Мы, конечно, не сможем рассказать всю жизнь Алексея Бобринского и удивительную судьбу этого человека Но заинтриговать нашего зрителя мы просто обязаны, чтобы потом он вслед за нами захотел к вам приехать Ну что ж, нас ждет второй парадный этаж Пойдемте Юля, вот изучая жизнь Алексея Бобринского, я пришел к выводу, что у него как бы наделится на до того, как он появился в Богородицке и после Потому что, с одной стороны, это был, если не верить источникам некоторым человеком Особенно в своей молодости, малообразованный, больше интересовавшийся игрой, женщинами, кабаками А с другой стороны, мы узнаем о том, что здесь он обзавелся коллекцией телескопов, изучал звездное небо Сделал себе смотровую площадку, увлекся сельским хозяйством Наверное, я с вами не соглашусь, он был человеком образованным Он обучался, когда был еще ребенком, в Лейпциге, в частном пансионе Затем был определен в сухопутный шлихетский кадетский корпус Он не был избалован, и не был избалован в первую очередь любовью и вниманием близких людей Но если его родители скрывали от него, что они его родители, естественно Будучи совершеннолетним, он узнал, кто его настоящие родители Через несколько лет узнает о смерти своего отца, Григория Орлова То есть, недавно обретя отца, он его теряет Вместе с тем нельзя отрицать, что мать, ставшей императрицей Екатериной Второй Негласно, незримо покровительствовала Алексею Ему прощались кутежи, мотовство, а невероятные карточные долги покрывались В один прекрасный момент его карточный долг составил 1 миллион рублей Сколько? 1 миллион рублей Это немыслимые деньги по тем временам, мне страшно представить себе, сколько это сегодня Получается несколько миллиардов рублей Юль, так что же заставило его все бросить и уединиться здесь в Богородицке? Здесь ему, наверное, было тихо, спокойно Любимая жена, дети В 1813 году он почил в Бозе Но есть еще такая интересная история В 1812 году шла во всю война с Наполеоном И Алексей очень боялся, что эта французская армия будет проходить через Богородицк И саксонский сервиз, такой фарфоровый сервиз конца 18 века, он замуровал в стене башни нашей Богородицкой усадьбы Нашли его только спустя несколько десятков лет, когда решили делать ремонт башни Теперь уже этот прекрасный фарфоровый сервиз – экспонат Тульского музея изобразительных искусств Алексей Бобринский впервые оказывается здесь, в Богородицке На землях, которые были приобретены ради него же, только в возрасте 34 лет Но приезжает он сюда на все готовое Здесь уже разбит шикарный парк, стоит дворец И все это великолепие появилось не в последнюю очередь благодаря Андрею Болотову Этот человек, который, наверное, впервые стал серьезно заниматься в России ландшафтным дизайном Проводил серьезные опыты с помидорами, с картофелем, то есть с теми культурами, которые тогда были экзотическими Помидоры признавались зеломудреными и вкусом неподходящими Ну и мы по праву считаем Андрея Тимофеевича крестным отцом второго русского хлеба, картофеля Вы правы Сохранилось ли что-то вот здесь от его трудов? Каскад прудов, но это чуть дальше От прекрасного пейзажного парка, созданного Андреем Тимофеевичем, мало что сохранилось Усадьба в 18-м году была национализирована Во дворце размещались и детско-музыкальная школа, и местный краеведческий музей И в 30-х годах открылся санаторий, красный шахтер Скорее всего, он был легочного направления, поскольку наш город в недавнем прошлом это шахтерский городок Насколько я понимаю, сейчас музейная жизнь сюда вернулась Так что я думаю, что наши зрители с удовольствием приедут сюда На ваши театрализованные представления, на ваши интерактивные экскурсии обязательно А еще Богородицкий дворец пользуется хорошей славой тех, кто решил связать себя узами брака Кстати, один из тех, кто сыграл здесь свадьбу Нынешний представитель рода Бобринских Николай И в этом браке родилось уже трое детей, еще трое наследников Бобринских Так что место это счастливое Теперь в Тулу Проехав по трассе М4 на север 30 километров, уходим по развязке на областной центр И возвращаемся в 20-й век Узкая, местами без разметки трасса, с нелегальными придорожными развалами Единственная черта нашего времени – камеры на треногах Уверен, самая раскрученная, самая известная достопримечательность Тулы – это музей оружия И в этом смысле он может конкурировать только с Тульским Кремлем Мы же попробуем оставить эти два объекта вам для опционального изучения А сами обратим внимание на деятельность тульских мастеров, тульских умельцев На несколько ином, менее известном примере В Туле было создано массу образцов оружия Но за всю историю был построен единственный бронепоезд Реплика этого бронепоезда, известного как «Тульский рабочий» или «Туляк» И построенного вот буквально вопреки всему Стала центром военно-мемориального комплекса Созданного уже сегодня тульскими железнодорожниками комплекса, который постоянно пополняется Не найти в Туле бронепоезд просто невозможно Даже адрес не надо запоминать Просто забивайте в навигаторе вокзал и окажетесь на месте А дальше, мимо памятника солдатам Первой мировой, мы перейдем к событиям Второй мировой войны Военно-мемориальный комплекс был создан вокруг копии легендарного тульского бронепоезда И это большая экспозиция, размещенная в нескольких исторических вагонах В том числе и уникальном бронированном вагоне-салоне Но центр комплекса, безусловно, сам воссозданный бронепоезд Когда окажетесь в Туле на вокзале в военно-мемориальном комплексе бронепоезда номер 13 Не забудьте попросить экскурсоводов рассказать не только о боевом пути этого состава Но и о истории его создания, которая не менее интересна, а может быть даже и более драматична Строительство бронепоезда номер 13, тульский рабочий Это действительно плод полной самодеятельности наших железнодорожников тульских Которые до войны не занимались никаким строительством боевых поездов Как это делать, не знали Но очень удачно, что в Туле приехал на ремонт бронепоезд номер 16 И вот с него наши железнодорожники, по сути, брали чертежи То есть снимали мерки Прежде всего стал вопрос брони, бронелистов В Туле их не оказалось Максимум, что удалось найти, это листы стали толщиной от 12 до 18 миллиметров Этого было крайне недостаточно И по науке реальной броней удалось защитить только паровоз А вот для вагонов пришлось придумывать что-то с нуля И вот так родилась гениальная по простоте идея Между двух листов относительно тонкого металла Наливался 15-сантиметровый слой бетона И вот этот бутерброд уже выдерживал не только попадание 37-миллиметрового снаряда Но и даже выстрел из 45-миллиметровой пушки Вооружение для бронепоезда тоже пришлось буквально собирать по крупицам Так что в ход пошли не только пулеметы, Максим Не только 37-миллиметровые пушки Но и даже авиационные 20-миллиметровые пушки Которые устанавливаются исключительно на самолетах Сердце и мост бронепоезда Кабина паровоза Вот я сейчас попрошу нашего оператора Владимира Иванова сделать круг Чтобы вы могли оценить площадь и объем этого помещения А вот теперь представьте себе, что здесь По штатному расписанию военного времени Одновременно находилось 17-17 человек Включая командира бронепоезда Вот, кстати говоря, его перископ Наверняка любители военной истории Знатоки военной формы, военной техники Найдут здесь много неточностей и условностей На мой взгляд, это не так страшно Ведь самое главное, что сделали туляки Они воссоздали атмосферу Да и по-другому на самом деле Сделать было практически невозможно Потому что толком никто не знает сегодня А как оно в деталях выглядело на самом деле Ведь, к сожалению, когда этот бронепоезд В 41-м году строился в Тульском депо Никаких чертежей никто не делал Предполагается, что все-таки в Тамбове Летом 42-го года он был разобран Слишком большие были повреждения Вот 31-го мая 42-го года Под такой шквальный огонь он попал Что, к сожалению, ходовая часть была разрушена Для бронепоезда это почти смерть К счастью, большая часть экипажа бронепоезда Все-таки осталась жива Вот по их воспоминаниям Опять-таки по наитию, на самом деле Строили вот ту машину В которой мы сегодня проводим экскурсии И новому подрастающему поколению Демонстрируем, в каких тяжелейших условиях Ковалась вот эта тяжелейшая, но великая победа Впрочем, немало впечатлений и новых знаний Можно получить и от посещения других экспонатов комплекса Так что заложите на эту точку на маршруте Часа 4 минимум Настоящий правительственный вагон-салон Внешне он ничем не отличается от обычных пассажирских Даже такой же зеленый Но обратите внимание на трехосные тележки Всего осей 6 А все потому, что конструкция весит 80 тонн Это настоящие бронестекла А под обшивкой бронелисты Таких вагонов было построено всего 13 Пользовались ими наиболее важные персоны Советского Союза А вот конкретно на этом вагоне В 1977 году В Тулу приехал Председатель президента Верховного Совета СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев Чтобы вручить Туле Золотую медаль города-героя Парадный тамбур с другой стороны А через эту дверь заходила обслуга И сразу попадала на кухню С полноценной четырехкомфорочной плитой А дальше начинаются хоромы Которые отделялись от вот этой рабочей зоны Еще одной бронедверью Здесь салон для проведения совещаний И для отдыха Ну а дальше купе Самого дорогого пассажира Вот здесь и рабочий кабинет И спальное место Диван и письменный стол Все рядом, как в родном Кремлевском кабинете Как видите, никакой особой роскоши Все довольно скромно Ну если не брать полноценную ванну Вот интересно, благодаря этому сантехническому устройству Мог ли Леонид Ильич Оценить работу мастеров Укладчиков шпал и рельсов Насколько ровны они были А может быть он вообще никогда Этим даже и не пользовался Вот такие вагоны В отличие от бронепоездов Только лишь по случайности Могли оказаться на линии огня На передовой В основном они стояли в тылу Но выполняли не менее важную функцию По сути, это мобильный хлебзавод Вагон-пекарня Кстати, я использовал слово Завод не случайно Это не преувеличение Здесь, в этом вагоне Действительно реализован Полный цикл приготовления хлеба Ну и сердце всего Вот такая карусельная печь Которая до сих пор Находится в рабочем состоянии Правда, судя по звукам Которые она издает Давненько ее не использовали Разумеется, это не все Чем богат мемориал Потому что есть еще дрезины Есть еще вагон Вагон-штаб Вагон-клуб Так что приезжайте, смотрите Здесь можно зависнуть На полдня точно А вообще Тульская область Это, к сведению любителей железных дорог Занимает лидирующее место в России По числу железнодорожных музеев На станциях Их 14 на область Ну что ж, историческую страничку мы перелистали С техническими диковинками познакомились Теперь самое время оказаться на лоне природы Мы едем на экоферму В районе деревни Вележево Это на севере Тульской области Для этого нам нужно выехать по трассе М2 из Тулы И дальше, проехав километров 30 Повернуть направо на дорогу Р-115 Которая связывает трассы М2 и М4 Ну и дальше По указателям на экотель Здравствуйте, Света Здравствуйте Наконец-то до вас добрались Я очень рада, мы вас ждали Спасибо большое Чем порадуете? Слушайте, очень много занятий у нас Мы можем посетить конный двор с вами Покататься на лошадках И как вариант мы можем сходить на сыроварню И сварить там наш сыр То есть у вас есть какой-то местный рецепт Конечно, у нас много рецептов Я могу один из этих вариантов предложить Вот этим я и займусь Потому что сыр это мое Так, подождите, стоп Ну, чтобы сварить сыр Ведь надо добыть молока Я предлагаю сходить на ферму И подоить козу И подоить козу Ну, а как вы хотите Потому что сыр будет козий Вперед Да, пойдемте Площадь экопарка в районе деревни Велижево Больше 500 гектаров Отсюда и спектр развлечений От мастер-классов по керамике и кулинарии До апитерапии, сна на ульях и арт-фестивалей Возможны как длительное проживание Так и однодневное посещение Раиса, здравствуйте Здрасте Меня Андрей зовут У меня задание Мне нужно набрать молока для сыра Да вы мне должны научить, как это делать Сейчас научимся Привет, как тебя зовут? Ну, зовем Роза Так, а сколько вообще Может дать коза молока? Ну, за день она до пяти литров может давать До пяти литров? Да, у меня такая коза была Ничего себе И еще не каждая коза будет молоко отдавать Во-во-во-во, пошло Ой, Раиса, что-то у меня, честно говоря, не очень это дело Все идет хорошо Я боюсь, мы так до вечера с вами тут Будем на дойке На утренней Давайте это дело лучше оставлю вам Как профессионалу Да А сам пойду дождусь на сыроварне У вас больше 15 видов сыров, я слышал, да? Да А какой мы будем делать сыр? Можно я выберу сам? Конечно Это десертный мягкий творожистый сыр Яснопольский с ароматными травами Яснопольский, то есть местный Местный Вот его-то мы и будем с вами тогда готовить Отлично, отлично Итак, под руководством дипломированного сыродела Фарида приступаем Сначала в молоко добавляем закваску Ее состав секрет, именно от нее зависит неповторимый вкус А вот добавки традиционные Сычужный препарат, хлористый кальций, биозащита на основе яичного белка Мы должны объяснить нашим зрителям, что все, что мы вносим, это все органическое, это все натуральное Да, это все органическое Да, и здесь нет никакой химии Нет Все это вносим, перемешиваем в течение 1-2 минут Так И оставляем в покое, чтобы получился у нас сгусток Необходимо подождать в течение 12, 16, 18 часов Понятно, друзья Тогда идет в ход уже наши секреты, которые называются монтаж Но пока полезные бактерии делают свое благородное дело У нас готовится сырный полуфабрикат Можно немножко прогуляться по территории Благо здесь есть на что посмотреть Каждый год здесь проходят фестивали, конкурсы с определенным заданием Вот результат 2019 года 10 арт-скамеек Все разные Вот это один из вариантов скамейка-качалка Кстати, кроме скамеек здесь хватает малых архитектурных форм Но, наверное, визитная карточка Это вот это сооружение под названием портал Говорят, что проходя через эту конструкцию Нужно обязательно загадывать желание Я загадал, заодно и проверим А мы возвращаемся в нашу сыроварню Так, ну что, теперь второй этап Да, после того, как мы внесли все наши ингредиенты У нас получился сгустос Мы его будем раскладывать в наши формы Все, друзья, действительно, работа требует нежности Я так понимаю, что когда ты это делаешь С какой-то положительной энергетикой Она передается продукту, да? Так должно быть, должно быть Вот посмотрите, что у нас получилось в результате Такие маленькие красивые блинчики После того, как у нас получились вот такие вот, скажем так, пятачки Сыр необходимо несколько раз переворачивать Хопа О, у меня тоже хопа получается Смотри, как Это и есть нюанс Поэтому мы будем добавлять прованские травы Так А здесь цукаты А здесь цукаты Сыр у нас будет сладким Да Так, ну что Ну что, и теперь упаковка Да, теперь упаковка Самое главное, чтобы представить товар, да? Да, да, да Так Ну что ж, и вот готов прекрасный яснопольский сувенир Сделанный своими руками Ну что ж, вот и почти все С ночлегом мы тоже на сегодня определились И нам остается только подвести итог нашего путешествия Не считая дороги из Москвы, мы проехали 150 километров И потратили на топливо 540 рублей Еще 700 ушло на экскурсионную программу Ну а бюджет на ночевку каждый определяет для себя сам На нашем маршруте предложение от 500 до 12 тысяч рублей за сутки На сегодня это все Рабочая неделя пролетит незаметно И наступят новые выходные Которые мы снова проведем вместе с вами На колесах Гордиант Редактор субтитров А.Семкин